На украинском валютном рынке стремительно дешевеет. Доллар, к примеру, только сегодня и только в официальных котировках Нацбанка, американская валюта обесценивалась почти на гривню. Детальнее Геннадий Вивденко. Торги безналичной валютой утром начались с курсов покупки-продажи 12 гривен 26 копеек, 12 гривен 4 копейки. Уже к 11 часам начался обвал котировок. Американский доллар стремительно пошел вниз и к концу торгов стал стоить дешевле 11,5 гривен. Что позволило укрепить официальный курс НБУ за день на целую гривню. Сейчас это 11,39 гривен за доллар США. Причем все это происходит без прямого участия Нацбанка, как будто само собой, без интервенции из резервов. Такая тенденция стремительного укрепления национальной валюты длится уже второй день подряд. На счетах обменников курс продажи доллара держится еще выше 12 гривен, но сменить котировки по правилам можно лишь завтра. НБУ занял позицию, что должен быть вольный рынок. То есть, должен торговать, так говорится, невидимая рука рынка. Повинно вызначать, какие есть обменные курсы. Укрепление у гривни способствует достаточно плотный новостной фон о крупных валютных кредитах, которые ожидаются в мае. После заявления МВФ и Еврокомиссии сегодня стало известно, что, в свою очередь, и Всемирный банк собирается увеличить кредитование официального Киева. Министерство финансов Украины после встречи с представителями банка сообщило, что сумму займа решено увеличить с 500 до 750 миллионов долларов. Как ожидается, деньги должны поступить в следующем месяце. Есть и еще один немаловажный фактор – санкции НБУ. Временно отключенные от торгов валютой банки, по подозрению НБУ, занимались спекуляциями. Теперь субъекты рынка будут принимать управленческие решения взвешенно, пока перечень банков возможных штрафников не разглашают. Вместе с тем, глава НБУ Степан Кубев пообещал после разбирательства его обнародовать. Геннадий Вивденко, Сергей Ружицкий. Новости. Телеканал Интер.